Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Прошли съемки ток-шоу «Судный день» судили Ольгу Рапунцель. Ее обвиняют в соблазнении психолога Михаила Козлова, женатого мужчины с четырьмя детьми. Рапунцель была оправдана. Ну а в изоляторе находятся сейчас Глеб Жемчугов и Дима Дмитренко. Дима пишет «В жизни пацанов может быть только одна слабость. Это наши любимые, дорогие девушки. Все ради вас». Вечером всех участников собрали на языке, чтобы посмотреть сценку. Тема сценки – как ведут себя Оля Жемчугова и Оля Рапунцель в то время, когда их половины сидят в изоляторе. Ведущая Ольга Бузова недавно завела страницу в одной из самых популярных соцсетей для того, чтобы публиковать фотографии своих любимых собак Евы и Чесли. На страницу уже подписались более 11 тысяч человек. Всем, кому интересна жизнь моих собачек, подписывайтесь. Оля посещает салоны красоты и приводит своих животных в порядок по ночам. Днем девушка постоянно занята. Телепроект покинула новенькая Анастасия Краснова. За ней приехал молодой человек. «Я поняла, что это не мое, мне там было некомфортно. Встретились с Машей Тулеевой, перемыли всем косточки, но уже без камер». Даша Сухорученко продолжает привлекать внимание Ване Барзикова. Он девушке очень нравится. Она пригласила в периметр ростовых кукол. Решила сегодня утром Ване поднять настроение и чтобы день прошел на позитивной волне. Ходят слухи, что 1 сентября Ваня планирует вернуться в Таиланд. Ну а пока он пишет, что после расставания с Мариной Африкантовой им удалось сохранить отличные дружеские отношения. Фаворит конкурса «Человек года» Оля Жемчугова высказалась в своем видеоблоге о своих главных конкурентах. Как вы помните, больше всего голосов помимо Оли набрали Марина Африкантова и Федя Стрелков. Оля уверена, что Африкантова и Чуев явно договорились, поэтому он и покинул периметр. Что Марина специально села в карцер, чтобы зрители ее пожалели и проголосовали за нее. И судя по результатам голосования, этот хитрый план Африкантовой сработал. За Федю, по словам Оли Жемчуговой, голосуют неопытные девочки, которые полюбили его за красивые глазки. Против Феди она ничего не имеет, но не хочет, чтобы он побеждал только лишь потому, что внешне привлекателен. Зрители были шокированы словами Оли и тем, что ради победы она стала распускать сплетни про конкурентов. Бывший участник проекта Коля Должанский взялся за себя. Он занимается физкультурой, а также вместе с Рустамом Колгановым побывал на приеме у пластического хирурга. Получил от хирурга ценные медицинские рекомендации относительно улучшения своего внешнего вида. Так что скоро мы увидим посвежевшего Коляна. Между Ксюшей Бородиной и Курбаном Амаровым произошел виртуальный скандал. Один из рекламных снимков старшей дочери Ксении Маруси, мужчина подписал «Старая история», дав понять, что любовь и брак с Бородиной, а также все, что с ней связано, осталось в далеком прошлом. Эти слова вывели Ксюшу из себя. Не называя имен и даже не обвиняя Курбана напрямую, Бородина назвала эту писанину в сети низостью. Как еще рука поднялась так написать? Маруся, старая история, детей-то зачем впутывать в это? Моего ребенка я трогать никогда не дам и выезжать на нем тем более. Также Ксения Бородина опубликовала снимок с букетом и комментарий «Все, что делает тебя счастливее». Это уже не первый букет для Бородиной, который она показывает и намекает таким образом, что в ее жизни быстро нашлась замена Курбану Амарову. Бывший участник проекта Максим Войтыховский женился. Этот симпатичный участник запомнился зрителям, он приходил когда-то на проект к Дерябиной, а затем был Саней Кручининой. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.